Добрый вечер, час новостей на 12-м канале, в студии Любовь Фёдорова и коротко о главных темах. Как на Ямайке, а мечам обещают лето, которого не было 150 лет. От охотника до браконьера один шаг. Вот в таких водонепроницаемых костюмах охотники заходят в водоём. Как в регионе выслеживают нелегальных стрелков и сколько нарушителей уже задержали. Прифронтовая линия под Омском. Здесь и землянки для солдат, и окопы, так называемые линии укреплений. А ещё реконструкция битвы, которая перевернула ход Великой Отечественной. Самые яркие моменты патриотического праздника. Скоростной лифт к вершинам карьеры. Очень высокого уровня оценка твоих профессиональных управленческих компетенций. Как получить миллион на личностный рост. Герои будут в строю. На сайте Бессмертного полка электронный конструктор. Как можно сделать портрет своего героя, чтобы оформить, наклейку. Новые форматы Бессмертного полка в Омске. Лето, которого не было 150 лет. А мечам обещают рекордную жару. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в ближайшие три месяца преодолеют отметку в плюс 40 градусов. Такие температуры, говорят специалисты, характерны для тропических стран. Но уж точно не для Сибири. Именно поэтому предстоящее лето уже называют аномальным и предполагают, что оно побьет рекорд, зафиксированный еще полтора века назад. С экстремальной жарой, кроме нашего региона, столкнутся также жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Урала и Дальнего Востока. Добавлю, что по летнему тепло будет все праздничные дни. 9 мая воздух прогреется до плюс 30. Небо на Домском закрыто. В регионе запрещено использовать беспилотники. Такое решение было принято, чтобы обезопасить промышленные объекты и места массового пребывания людей в период праздников. В цели безопасности ограничили использование беспилотников. Такое решение принято по итогам оперативного штаба. Контроль исполнения данного решения будет обеспечивать правоохранительные органы. Также Виталий Хаценко встретился с главой Росавтодора Романом Новиковым. Обсудили ремонт магистрали в Омской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году приведут в порядок около 150 километров региональных и городских трасс. На ремонт потратят свыше 6,5 миллиардов рублей. Половина из них – средства федерального бюджета. Работы пройдут на 42 объектах. И сегодня же у главы региона была встреча, посвященная социальным проектам. С руководством одной из крупнейших компаний нашей страны Виталий Хаценко обсудил в том числе поддержку спорта. В регионе реализуется совместная программа развития профессионального и детско-юношеского хоккея. Как отметили партнеры, впереди много мероприятий и проектов, которые сделают жизнь омичей комфортнее и интереснее. В засаде под прицелом охотники сегодня, выслеживая дичь, порой даже не подозревают, что сами находятся в зоне особого внимания. За ними пристально наблюдают инспекторы. Один неверный шаг – и честный охотник может в момент стать браконьером. В рейд вместе с охраной животного мира отправилась и Дарья Садчикова. Марьяновские болота – словно магнит для охотников. За дичьи сюда съезжаются со всего региона. Но пока стрелки прячутся в камышах в ожидании утки, у инспекторов по охране животного мира идет своя охота. Цель – выявить нарушителей. Как показывает практика, в порыве азарта многие переступают закон. Руководствуясь правилом, авось пронесет. Но от зоркого глаза правоохранителей скрыться непросто. За апрель 2023 года инспекторами бюджетного учреждения управления по охране животного мира было выявлено 91 административного правонарушения. Большинство из них было с отсутствием тех или иных документов. Также транспортировка заряженного расчехленного оружия. А некоторые и вовсе отстреливают краснокнижную птицу. За такое преступление уже грозит не административная, а уголовная ответственность. Сергей Рудюк жесткие меры наказания одобряет. Говорит, те, кто ведут охоту нелегально, иначе как браконьерами не назовешь. Сам мужчина всегда при документах, как и его напарница, подсадная утка Наташа. В свое время обновляю охотничий билет, сдаю все взносы, соблюдаю правила. Допустим, я сегодня с подсадной уткой, у меня путевка с подсадной уткой. Именно на этот район. Иначе, если будешь браконьером, бей утку, а не селезня. Пожар разводи, у нас природы не останется. Если же вы, как Сергей, не готовы своевременно вакцинировать живую приманку, можно охотиться с пластиковой. На нее официальные бумаги не нужны. Вот в таких водонепроницаемых костюмах охотники заходят в водоем. И оставляют там приманку таких пластиковых уток. Внутри она полая, здесь есть вес на ниточке. Мы ее спокойно опускаем, и она плавает. Охотник в это время затаивается в камышах. Ну а уже настоящие утки, видя сородичей, приземляются, думая, что здесь безопасно. Весенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал 25 апреля. Добывать можно селезней, белолобых гусей, грачей и даже ворон. А вот посиделки у костра лучше не устраивать. Надзорные ведомства проверяют не только документы, но и соблюдение правил противопожарного режима. Открытый огонь сейчас под запретом. Штрафы солидные, до 800 тысяч рублей. Дарья Садчикова, Сергей Пайхалов, 12 канал. 13 лет за попытку диверсии в Омске вынесли приговор гражданину Казахстана, который поджег военкомат. Преступление для него было способом заработать. За срыв набора добровольцев для участия в СВО обещали 6 миллионов тенге. Любитель легких денег не смог проигнорировать предложение, даже несмотря на то, что он нарушает все нормы морали. Вместе с подельником прибыл в Омск и пошел на дело. В здании военного комиссариата по Центральному и Советскому округам злоумышленники бросили несколько коктейлей Молотова. После гражданин Казахстана сбежал из нашей страны. Но уйти от сотрудников ФСБ все равно не удалось. Суд приговорил мужчину к 13 годам в колонии строгого режима. Его сообщник в федеральном розыске. В результате скоординированных действий у ФСБ и у МВД России по Омской области, у ФСБ России по Челябинской области, пограничное управление ФСБ России по Омской и Челябинской областям, при попытке въезда с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию Малдахметов был задержан. Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Омске незамедлительно было уведомлено о задержании подозреваемого. В Омске на два дня перекроют центр города. Это связано с проведением репетиции и торжественного построения войск Омского гарнизона в честь Дня Победы. Первые ограничения введут 6 мая. Они начнут действовать с 19.30 и продлятся до полуночи. В это время в центре города будет проходить генеральный прогон праздничного шествия. Парковать автомобили на данных участках запретят уже с 10 утра. Ну а 9 мая дороги для построения войск Омского гарнизона закроют с 7.00 и до часу дня. Ограничения для стоянки автомобилей начнут действовать еще накануне вечером. Кроме того, 9 мая с 9.30 до 12.00 запретят проезд транспорта на участке улицы Маршала Жукова и с часу дня до 11.00 вечера по партизанской на подъезде Комской крепости. Машина времени в автобронетанковом институте. А мечей отправили на 80 лет назад в прифронтовой лес. Это патриотическая акция, одна из самых знаменитых и уже давно любима жителями региона. Можно зайти в солдатскую землянку или сделать фото с легендарной 34-кой. Но в этом году для гостей приготовили особый сюрприз. Обо всем в красках и подробностях Никита Гайдаш. На несколько часов территория автобронетанкового института превратилась в настоящий прифронтовой лес. Здесь и землянки для солдат, и окопы, так называемые линии укреплений. И здесь же неподалеку последствия удара фашистских войск. К примеру, вот эта разрушенная изба и тлеющая воронка от снаряда неподалеку. И хотя подобные реконструкции ежегодные, сегодня в Черемушках вновь сотни гостей. Люди говорят, такие акции словно машина времени. Но когда еще сможешь отправиться в путешествие на 80 лет назад и окунуться во фронтовую атмосферу? Эмоции не сравнимы с просмотром военных фильмов. Здесь сразу понимаешь, что пережили красноармейцы и какой ценой заслужили Великую Победу. Там лучшие впечатления. Каждый год приезжаем, может, тут учится. Всегда прекрасно, все очень замечательно, интересно. Даже сейчас стояло, слезы на глазах наворачивались. Это потому что для меня очень важно. Десятки интерактивных локаций. Пока одни увековечивают имена своих героев на аллее, малыши, играет солдат. Обычно танки и БМП выполняют роль музейных экспонатов. Но сегодня главное правило руками не трогать, не работает. Ребятам разрешено фотографироваться прямо на тяжелой технике. Самые эффектные кадры, конечно, на легендарной 34-ке. Ну а, пожалуй, самым ярким зрелищем патриотической программы стала реконструкция боя 1943 года в селе Верхопенье. Именно это сражение стало одним из решающих не только в ходе Курской битвы, но и во всей Великой Отечественной. Советские солдаты разбивают противника, несмотря на численное меньшинство. В 15 минутах вся история кровопролитного сражения, которое в реальности длилось больше 8 часов. Не обошлось и без официальной церемонии. Первые лица области и города возлагают к мемориалу «Алые гвоздики» в память о тех, благодаря кому все мы живем на этом свете. Очень хорошо, что еще у нас есть ветераны Великой Отечественной войны. И сегодня здесь они также присутствовали. И если вы заметили, очень много детей, подрастающее наше поколение, которое еще успевает поговорить, ощутить вот именно гордость за свою родину, за тех предков, которые добыли великую победу. В завершении концертная программа с символичным названием «Победа, мир, весна, любовь». Известные и всеми любимые военные песни от лучших вокальных коллективов региона. Никита Гайдаш, Павел Манжос, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Ну а в техническом университете Амичей сегодня учили плести маскировочные сети. Именно такие сейчас используют наши бойцы, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Маскировка проста в изготовлении, справиться с узлами может даже ребенок. Не обошлось и без фотозон. Самой популярной по традиции стала экспозиция военной техники. К слову, эти автомобили «Победы» были задействованы в съемках двух фильмов 12 канала о генерале Дмитрии Карбышеве и отце отечественной космонавтики Сергея Королеве. Ретро-машины еще на ходу. Ну а самой трогательной локацией стала стена памяти. Ее портреты героев Великой Отечественной. Это важно помнить. Подвиги, которые совершали, с помощью чего они совершались, какой ценой и сколько было павших. Это часть нашей истории. Интересно изучать технику, которая использовалась, какая она была и что из себя представляла. С наступающим Днем Победы еще одного ветерана поздравили первые лица города. Дмитрий Алексеевич Мелехин в возрасте 17 лет добровольцем пришел в военкомат. Кончат снайперские курсы, красноармеец воевал на 3-м Прибалтийском, а затем на Белорусском фронтах. За заслуги перед Отечеством награжден многочисленными орденами. Сегодня ветерану 97, но еще год назад он общался со школьниками, участвовал в праздничных мероприятиях. Дмитрий Мелехин пообещал, что в 100-летнем возрасте обязательно встретится с молодежью и расскажет, как они с товарищами гнали фашистов с русской земли. Лифт в успешное будущее, а мечи вступают в борьбу за звание лидеров России. Конкурс с говорящим названием стал стартовой площадкой для известных российских топ-менеджеров и руководителей. Участники нового пятого сезона в ожидании суперфинала. Подробности у Анны Лукинец. Уверена, что мы дойдем до финала и скорее всего победим. Потому что если знаешь зачем, преодолеешь любое как. В перерывах между работой Елена Михайлова только и делает, что снимает видео, но не ради лайков. Девушка вовсе не блогер, а участник престижного конкурса «Лидеры России». Презентационный ролик о себе – обязательное приложение к заявке. И хотя это еще даже не задание, приходится подключать знания и креатив. Дальше проверка компетенций будет еще серьезней. Но в награду – консультации от топ-менеджеров и самых успешных управленцев. Я хочу получить от этого конкурса общение, разные взгляды на одну и ту же ситуацию. И общение с потрясающими людьми, которые достигли невероятных высот. За четыре сезона суперфинал конкурса выиграли восемь амичей. Если вам кажется, что дойти до первого места не так уж и сложно, только вдумайтесь, ежегодно в «Лидерах России» участвуют свыше 200 тысяч человек. И только единицы становятся обладателями заветного гранта в миллион рублей. Среди них и наш земляк Александр Дерябин. Безусловно, ты становишься более уверенным в себе, потому что получаешь такую очень серьезную. Это действительно очень высокого уровня оценка твоих профессиональных управленческих компетенций, которые ты получаешь в конкурсе. Это грант в один миллион рублей, который можно потратить на свое образование. Я, допустим, в школе управления Сколково отучился. Сейчас «Лидер России» рассказывает об особенностях конкурса новичкам, которые планируют принять участие в пятом сезоне. Теперь в интеллектуальной битве есть и так называемый региональный этап. Конкурсанты должны собрать команду и создать проект по решению проблем именно своей области. Мы всегда учитываем в наших заданиях реальную ситуацию, которая происходит в России и в мире. И мы, начиная с позапрошлого года, стараемся каждый год внедрять все больше каких-то практических вещей. «Лидеры России» — это своего рода лифт, который может очень быстро поднять к вершине карьеры. Яркий тому пример — в Рио губернатора. В марте 2019 года проект нынешнего главы Омской области довел его до финала. Виталий Хаценко представил программу по профориентации выпускников вузов, а в своей визитке отметил — привык добиваться поставленных целей. «Лидеры России» — это президентская инициатива, возможность познакомиться с ребятами, небезразличными уж точно, если они пошли на конкурс. Получить новые знания и проверить свои знания. Ведь тесты, которые были, мне пришлось и историю перечитать, и географию. На сегодня заявки на участие в «Лидерах России» уже подали более 100 тысяч человек из 89 регионов России, а также 79 стран мира. И шанс еще есть — прием будет идти до 14 мая включительно. Принять участие в конкурсе могут руководители малого, среднего и крупного бизнеса с управленческим опытом не менее двух лет из России и других государств. Правда, есть возрастное ограничение — до 55 лет. А еще впервые в этом юбилейном сезоне «Лидеров России» после заполнения анкеты каждому участнику дадут советы по развитию навыков и стиля управления. Анна Лукьянец, Санат Токсанов, 12 канал. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Ненависть и голуби. На крыше омской многоэтажки поселилось семейство пернатых. И на деле такое соседство — полная противоположность известному романтическому фильму. Помет, перья, дохлые голуби валяются. Птицы разгуливают по лестницам, разносят протухшие продукты со свалок. Но самое страшное, говорят люди, голуби могут заразить человека опасными болезнями. Когда милая пташка превращается в крылатого вредителя, и что делать, если приют для братьев меньших приносит одни страдания, расскажет Юлия Комарова в 19.30. Под флагом России и победы. В честь подвига фронтовиков омские байкеры устроили большой патриотический пробег. Стартовали из центра города под рев моторов и фронтовую музыку, проехали по главным достопримечательностям и финишировали в символичном месте — на Бульваре Победы. Железных коней оседлали не только заядлые мотоциклисты, но даже врачи, ведь у каждого свой герой. Это была мечта с детства у меня. О смешанных чувствах драйва и гордости репортаж Анны Лукинец. Предпраздничная уборка. Омские мемориалы и памятники готовят к 9 мая. Пока одни до блеска начищают монументы, другие высаживают цветы. Ко дню Победы заготовили почти 50 тысяч саженцев. Подробности в нашем материале. В сквере имени Карбышева водные процедуры. Прохладный душ в жаркий день принимают скамейки и тротуары. Так, одну из любимых прогулочных зон у Амичей готовят к 9 мая. Особое внимание памятникам и мемориальным плитам. Ко дню Великой Победы. Они должны быть начищены до блеска, чтобы прежде всего радовать глаз ветеранов и тружеников тыла. Ярких красок добавят и цветы. Я готовлю, вспахиваю цветники. Буду садить цветы, здесь высаживать. Всего специалисты подготовили около 50 тысяч цветов. 7 тысяч из них уже украшают памятные места Омска. Праздничные клумбы разбили на территории автобронетанкового института, у памятника труженикам тыла, а также на улицах 75-й гвардейской бригады Романенко и Петра Осминина. Там уже на этой неделе пройдут торжественные мероприятия. Чтобы у Амичей создалось праздничное настроение хорошее, мы обязательно украшаем эти парки, эти скверы все украшаем. Высаживаем цветы, белим бордюры, чтобы более чисто, весело, празднично и ярко эти места выглядели к Дню Победы. Также в преддверии Дня Победы специалисты обновляют лакокрасочное покрытие памятников и мемориальных комплексов, приводят в порядок дороги и бордюры на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. До конца недели все подготовительные работы завершат. Екатерина Волучевская, Анастасия Донец и Юрий Репин, 12 канал. Портреты героев на яхтах и мотоциклах. Амичам рассказали о новых форматах бессмертного полка. В этом году, напомню, традиционное шествие не состоится из соображений безопасности. Но герои все равно встанут в строй. 9 мая по акватории РТШ пройдут 15 яхт. На них с транспарантами выстроятся экипажи и простые амичи. К акции подключились и мотоциклисты. Они проедут колонны по городским улицам на байках с фотографиями фронтовиков. Организаторы акции также предлагают амичам крепить портреты на личные автомобили. Еще один вариант на одежду. Это могут быть футболки или значки. Есть же на сайте бессмертного полка электронный конструктор, как можно сделать портрет своего героя, чтобы оформить наклейку. Здесь ребята приходят на помощь. Очень часто ребята выезжают даже мобильными волонтерскими бригадами. Домой, чтобы помочь людям старшего возраста в изготовлении той или иной формы, чтобы поддержать нашу акцию. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 6 мая, в Омске переменная облачность. Ночью плюс 10, плюс 12. Дневная температура составит 24-26 градусов выше нуля. В районах также облачно. Ночью 9-10, днем 23-25 градуса тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова